Марк Твен. Относительно табака. Читает Олег Кузьминов. Относительно табака существует уйма предрассудков. И главный из них, будто в этом вопросе есть какой-то общий критерий, тогда как такого критерия нет. Привычка – вот единственный критерий. Только ею человек и руководствуется, только ей и подчиняется. Всемирный конгресс любителей табака, и тот не мог бы найти эталон хотя бы для двух курильщиков и вряд ли повлиял бы на их привычки. Другой предрассудок состоит в том, будто бы у каждого курильщика есть свой собственный критерий. Такого критерия у него нет. Он думает, что он есть, но на самом деле его нет. Он думает, что может отключить сигару, которую считает хорошей, от сигары, которую считает плохой. Но он этого не может. Он судит по марке, а воображает, что судит по вкусу табака. Подсунь ему самую длинную подделку, но с его любимой маркой. И он с удовольствием выкурит ее и ничего не заподозрит. 25-летние юнцы с 7-летним опытом курения пытаются мне втолковать, какие сигары хорошие, а какие плохие. Это мне-то. Да мне даже не надо было учиться курить. Я курил всю свою жизнь. Да я только появился на свет, сразу попросил огонька. Никому не дано знать, какая сигара для меня хороша. В этом деле я сам себе судья. Люди, считающие себя знатоками по части сигар, утверждают, что я курю самые длинные сигары в мире. Они приходят ко мне в гости со своими сигарами. И, как только увидят, что им грозит знакомство с моим сигарным ящиком, проявляют недостойный страх и врут, что им нужно бежать на свидания, которых они вовсе и не назначали. А теперь посмотрим, до чего могут довести предрассудки, особенно если за человеком установилась определенная репутация. Однажды я пригласил на ужин 12 близких друзей. Один из них славился своим пристрастием к дорогим, изысканным сигарам, точно так же, как и я, к дешевым и скверным. Предварительно я наведался к нему и, когда никто ничего не видел, заимствовал из его ящика две пригрышни его любимых сигаров. Они стоили по 40 центов штука и в знак своего благородного происхождения были украшены красным с золотым ярлыком. Я содрал ярлык и положил сигары в ящик, на котором красовалась моя излюбленная марка. Все мои друзья знали эту марку и боялись ее, как заразы. Когда после ужина я предложил сигары, они закурили, героическими усилиями стараясь выдержать выдавшее на их долю испытание. Веселость их как рукой сняло. Все сидели в мрачном молчании. Их мужественной решимости хватило ненадолго. Один за другим друзья бормотали извинения и с неприличной поспешностью бросались вон из дома, наступая друг к другу на пятки. Когда утром я вышел посмотреть, чем кончился мой эксперимент, все сигары валялись на дорожке между парадной дверью и калиткой. Все, кроме одной. Это лежало на тарелке моего друга, у которого я их позаимствовал. Видно, больше двух затяжек он не вынес. Позднее он сказал мне, что когда-нибудь меня пристрелят, если я буду травить людей такими сигарами. Уверен ли я сам в том, что люблю какие-то определенные сигары? Ну конечно, абсолютно уверен, если только кто-нибудь не надует меня и не наклеит мою марку на какую-нибудь дрянь. Ведь я, как и все, отличаю мои сигары по марке, а вовсе не по вкусу. Однако я человек разносторонний и нравится мне многое. Например, я считаю хорошими все те сигары, которые не курит никто из моих друзей. А те, которые они считают хорошими, я считаю плохими. Пожалуй, меня устроит любая сигара, кроме гайванской. Люди думают, что уязвляют меня в лучших чувствах, являясь ко мне в гости в спасательных поясах. То есть я хочу сказать, собственными сигарами в карманах. Но они глубоко ошибаются. В подобных обстоятельствах я принимаю те же самые меры. Когда я иду в опасное место, то есть в богатый дом, где, как водится, курят только дорогие сигары с красным золотым пояском. А хранятся они в ящичке из розового дерева, выложенного влажной губкой. Сигары, на которых нарастает гнусный черный пепел, и которые горят с одного бока, и воняют, и жгут пальцы. Жгут все сильнее и сильнее, и воняют все омерзительнее, когда огонь уже пробрался вглубь, через благородный табак. А его-то всего с наперсток в самом кончике сигары. В конце концов, уже невозможно вынести эту вонь, а владелец сигары тем временем расхваливает ее на все лады и сообщает вам, сколько стоит эта отрава. Так вот, когда мне грозит такая опасность, я тоже принимаю меры защиты. Я приношу с собой свою любимую марку, 25 центов за ящик, и продолжаю жить на радость своему семейству. Я даже могу сделать вид, что закурил эту сигару в красной подвязке, ведь я человек воспитанный. Но минуту спустя я незаметно сую ее в карман, чтобы отдать потом нищему. Их ко мне много ходят, и закуриваю свою собственную. И когда хозяин начинает расхваливать сигары, я вторю ему, но когда он говорит, что они стоят 45 центов штука, я молчу, потому что мне-то лучше знать. Однако, если уж говорить на чистоту, я настолько терпим, что еще не встречал сигары, которые не мог бы курить. Не могу я курить только те, что стоят по доллару за штуку. Я их тщательно исследовал и установил, что делаются они из собачьей шерсти, и потом не лучшего качества. Я неплохо провожу время в Европе, потому что на всем европейском континенте курят сигары, перед которыми сплоховал бы даже самый закаленный нью-йоркский мальчишка-газельщик. В прошлую поездку я захватил сигары с собой, но больше я этого делать не стану. В Италии, так же как и во Франции, торговля сигаретами является правительственной монополией. В Италии есть 3 или 4 отечественных марки. Мингетти, Трабука, Виргиния. И еще одни сигары, похожие на Виргинские, только еще злее. Мингетти большие и приятные на вид. Стоят 3 доллара 60 центов сотня. За неделю я могу выкурить их целую сотню, и все с удовольствием. Трабука меня тоже вполне устраивает. Сколько они стоят, я не помню. А вот к Виргинским надо привыкнуть, любовь к ним врожденной не бывает. Они похожи на напильник, тот, что называют крысиный хвост. Правда, некоторые считают, что курить крысиный хвост еще хуже. В середину вложена соломина, ее надо выдернуть, и тогда останется вроде как дымоход. А то тяги будет не больше, чем в гвозде. Впрочем, некоторые по неопытности предпочитают гвозди. И все-таки мне нравятся все французские, швейцарские, немецкие и итальянские сигары. И я никогда не интересовался, из чего их делают. До этого, наверное, никто и не знает. У меня даже есть любимая европейская марка курительного табака. Его курят итальянские крестьяне. Он рыхлый, сухой и черный. И с виду похож на спитой чай. Когда его раскуришь, он вспухает, поднимается и вылезает из трубки. А потом вдруг падает тебе на жилетку. Сам по себе этот табак стоит очень дешево. Зато увеличиваются расходы на страхование от огня. Так вот, как я уже отметил в начале, вкус на табак – это предрассудок. По части табака нет никаких критериев. Я имею в виду никаких объективных оценок. Привычка. Вот единственный критерий. Только ею человек и руководствуется. Только ей и подчиняется. Привычка. Продолжение следует...